Субтитры делал DimaTorzok Нет, сегодня не шаббат, но мы говорим о шаббате Здесь в Израиле даже уже в четверг, и уж конечно в пятницу люди приветствуют друг друга словами шаббат-шалом, счастливой субботы И это здорово, что даже люди вполне светские все равно говорят шаббат-шалом И один из пунктов в том, что шаббат демонстрирует Божий характер Сегодня мы тоже хотим ухватиться за несколько мест в Писании Но также поговорите о шаббате с точки зрения Нового Завета Если у вас создалось впечатление, что есть противоречия между Новым Заветом и шаббатом Мы хотим вас от этого противоречия освободить Итак, мы говорили историю, есть что-то особенное в книге Левит В Левит 23 главе, прежде всего списка всех праздников, он говорит, вот, во-первых, это суббота Как будто шаббат это первый праздник И он отличается от остальных тем, что он приходит раз в неделю, а не раз в году Через несколько глав Бог, который знает еще и будущее Он говорит, что в результате того, что вы не будете соблюдать шаббат Я извлеку вас из земли Израилов и вы будете в россияне Для того, чтобы эта земля смогла отдохнуть от вас за те субботы, которые она не отдохнула, когда вы были на ней И пророки Израиля продолжают эту тему Например, в Парк 58 Иисаяу говорит так Например, Иисая 58 глава Иисая 58 глава Иисая 58 глава Иисая 58 глава Спасибо, Саша Мы видим, что он язык Илья, Иоиля и других пророков И мы понимаем центральность шаббата в Божьем порядке И опять же, это не то, что это не то, что Бог на нас возложил Это верно И Илья говорит, что я хочу дать вам пророк Ну, ребята, я хочу дать вам перерыв Перед этой записью, Саша мне рассказал историю В пятницу, в конце рабочей недели И я сказал своему приятелю Да, я сейчас схожу, сделаю закупки подготовки И друг сказал, секундочку, а какой сегодня день? И Саша сказал, а, бетах, ты не работаешь А, ну ты, конечно, не работаешь Потому что человек, который работает, он ждет перерыва Если мы работаем шиша ими, то бетах Если мы работаем шесть дней в неделю, то шаббат мы принимаем с радостью И это был акцент Ешуа Мессия Он не был против шаббата Он просто делал чудеса и знамения в шаббат Религиозные люди в его время говорили О, это против закона, то, что ты делаешь в шаббат И он спросил их, встречный вопрос Законно ли делать шаббат что-то хорошее? Спасти жизнь или убить? И они замокли Было очень много споров между Ешуа и религиозными людьми Именно на эту тему, потому что он хотел делать чудеса именно в шаббат Что это говорит нам? Что есть очень сильный акцент через шаббат на освобождении Освобождение от болезни Освобождение от давления Освобождение от рабства И это напоминает нам нечто Еще один акцент на шаббате это исход из Египта Даже в традиционных молитвах в шаббатное время мы вспоминаем об этом Воспоминание из схода из Египта И каждую неделю мы это поем Каждую неделю мы празднуем с вином и халой С зажиганием свечей Что Бог освободил нас от египетского рабства И как мне кажется, в Песах это нам говорит что-то личное Лично я не был в Египте Это было что-то около трех с половиной тысяч лет назад Но я конечно был в рабстве Я был в зависимости Я был в тьме Я был без надежды И Бог спас меня И освободил меня И разорвал мои наручники Поэтому шаббат это возможность отпраздновать мою свободу И мне кажется, что Ешуа понимал это очень хорошо Бояцем, он лимед הרבה פעמים בשаббат В сущности он очень часто учил в шаббат И в одно очень знаменательное время В Евангелии от Луки 4 глава Какое провозглашение Здесь Ешуа провозгласил Я пришел освободить вас И это та причина почему он называл себя господином субботы Саша, мне говорит все Ешуа не обманывал себя от шаббат Он не отделял себя от шаббата Он говорил, я господин шаббата Он лимед в шаббат Он репей в шаббат Он учил в шаббат Он исцелял в шаббат Я убежден, что он получал удовольствие от шаббата В общем, один из моих самых любимых мест в Библии находится в Евангелии от Матфея В конце 11 главы написано С 28 стиха Давайте прислушаемся к голосу нашего Мессия Это не только буквы, написанные в книге важны Но Бог говорит нам что-то личное, каждому из нас Послушайте со мной Придите ко мне, измученные тяжкою ношей Я дам вам отдых Наденьте на себя ярмо моих заповедей И у меня учитесь, потому что я мягок и кроток сердцем И вы, наконец, отдохнете Ведь заповеди мои просты и ноша моя легка Ребята, что это, если не приглашение войти в Божий покой? Как будто он говорит, я понимаю вашу тяжесть Он сказал, в этом мире будет идти цфор Но я победил мне Я могу отдохнуть, потому что Иешуа победил все проблемы Мы такие, мы тащим свои грузы, заботы Мы думаем о финансовом положении Размышляем о семейном положении Помним о душевном состоянии Оба община, как находятся Очевидно, что наши мозги работают, бегут, бегут, бегут И Иешуа это знает И он говорит, секундочку, приди ко мне Дай мне взять на себя Ваша раздраженность, ваши заботы Сумасшенство, которое вы возлагаете на себя И войди в покой Вот понятие шаббат И это не только в шаббат, один день в неделю Что написано в послании евреям В Новом Завете Написано так Лефихах нотра менухат шаббат л'Ам-אלוהим Хэн ханихнас эл менухато Гамху шаббат мималахто Камо ха-אלוהим Мишело Евреям, 4 глава, 9-10 стихи Значит, субботний отдых еще предстоит Божьему народу Ведь тот, кто вступив в его отдых И сам отдохнул от своих дел Как Бог от собственных Еще один стих Так сделаем все, чтобы вступить в тот отдых Пусть никто не отпадет, последовав тому же дурному примеру непокорности Бог говорит Ребята, заходите, я дал вам эту возможность Так тем более в этот период, исторический период Когда все крутится еще и еще быстрее Вы спустить пар И верить Да, требуется усилие, чтобы войти в покой Ребята, не пропускайте Мы молимся за вас Чтобы вы могли принять и удержать чудо Шаббата Через Ишуа Шаббата Шаббата Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»